Тестур приглашает вас провести отпуск на великолепных склонах Австрии или покататься на Доломитовых Альпах Италии. Тестур. Вдохновение отдыхом. Вот она цепочка, демонстрирующая, как формируется цена за тепло. В Рига Силтумс такое большое повышение счетов объясняет просто. Всему виной рост цены на газ. В стоимости тарифа 83% составляет стоимость газа. И только 17% это затраты Рига Силтумса. По декабрьским счетам могу сказать, что учитывая, что была очень низкая температура, минус 3,9 градусов, соответственно выросло потребление на 34%. И если мы сравниваем с прошлым годом, декабрем 2011 года, соответственно стоимость газа выросла на 30%, что в результате дало прирост выставленных счетов на 63%. Жители, правда, эти объяснения не удовлетворяют. За пониманием того, что цена на тепло со временем будет только расти, пришло отчаяние. Жалобами на социально-экономическую ситуацию и вопросами, как же выжить, завалили даже бюро правозащитника в Риге. Люди задают вопрос, ну, во-первых, как это так может случиться? Это во-первых. Во-вторых, а что делать? Потому что их пенсия или заработная плата, ну, в принципе, не может заплатить вот эти все счета. И третьих, ну, и которые, ну, как бы главный вопрос нам адресен, как, что делать? Ну, юридически как разбирать вот эти вопросы? Пока одни политики отстаивают снижение НДС на отопление до 5%, другие двигают в массу идею утепления домов. Мол, тепло, продукт дорогой, его надо расходовать экономно. Идея хороша, проблема в том, что счета от этого меньше не станут. Если цифры в строке отопления уменьшатся, то появится новое – кредит на утепление. Министры же считают, что заниматься утеплением, а также решать проблемы оплаты счетов, должны самоуправления. Ваши жители, вы и забостись. При помощи самоуправления, при заинтересованности управленцев, то есть управляющих домами, возможно провести эти проекты утепления способом, который не создает особенных дополнительных затрат для жителей. Лучше взимать в налогах полную сумму и потом распределять очень точно тем группам, которые нуждаются, а не освобождать от налога, например, господина Шлесерса. Всех ему благ, конечно. В свою очередь самоуправление на ситуацию смотрит по-разному. Лепая, например, активно пользуется альтернативными источниками энергии – щепой, благодаря чему щита в городе выросли не так существенно, как, например, в Риге. Даугавплское самоуправление о жителях так беспокоится, что даже и не знает, как теперь организовать свой бюджет. Город готов профинансировать 80% от стоимости реновации дома, в отличие от европейских проектов, где софинансирование составляет лишь 50%. Так теперь из желающих утеплить дома стоит очередь. Однако и это не все. У нас на фоне всей Латвии, к сожалению, низкая средняя зарплатная оплата порядка, по-моему, 346. Людям тяжело действительно справляться с щитами, хотя у нас счет за тепловую энергию средний по сравнению с другими городами. Но мы сейчас нацелены на модернизацию разными путями для того, чтобы иметь возможность, вплоть до того, что снизят тарифы на тепловую энергию. И делаем все возможное, чтобы не повышать. Юрмала, кстати, которая отличается очень высокими щитами, сетует на то, что для использования альтернативных видов энергии, то есть щипы, нужны серьезные инвестиции, которые не может позволить себе город. В целом же глава Юрмальской думы Гатя Струкснис согласен с министрами, что дома надо утеплять. Хотя он и понимает, что для утепления дома трудно даже просто собрать жильцов и рассказать им об этом. Утепление поддерживает и Рига. Правда, как считают городские власти, этого все же недостаточно, чтобы решить проблему. Во-первых, накопившихся долгов за коммунальные платежи, а во-вторых, проблему неплатежеспособности населения. Это и то, что предложение Риги о снижении этого ПВН. Министр экономики не просто пишет трактаты философские, а вместе с премьером едет на переговоры, так же, как это делает Германия, Франция, говорить о цене газа, какие у нас есть возможности повлиять на то же самое Инчуканское газохранилище. Тем временем, уже сейчас в Дагу в ПЛС Юрмале долги по коммунальным платежам превышают 2 миллиона латов. В Риге же эта сумма и вовсе перевалила за 20 миллионов. А ведь кроме коммунальных платежей нужно еще питаться и одеваться. Надо смотреть и оплачивать их, потому что и так, и так будут юридические консеквенции, юридические разбирательства, и это будет дороже. Если люди не могут оплатить счета, потому что нет финансовых возможностей, то они могут обращаться в самоуправление и просить помощь в этой ситуации. И самоуправление они должны рассматривать индивидуально каждый вот этот вопрос. Получается, пока правительство не договорилось о меньшей цене на газ, пока самоуправление не нашли деньги на альтернативную энергию, а мы, жильцы, не нашли деньги и время на утепление, остается лишь платить, скрипя зубами. Потому что если не платить, то дом рискует остаться вообще без отопления. Между тем, СЕИМ на этой неделе начал обсуждение возможного повышения цен на электроэнергию. Жителям остается лишь не думать о предстоящих счетах за отопление. Они будут немаленькими, ведь стабильный минус за окном нам это гарантируют. Элина Бикульча, Андрей Елисеев, Денис Денисов. Специально для Микс ТВ.